вот по всем правилам распродаж на железячки которые там на продажу выставлены надо какие-то там мини обзоре составляет там не знаю таблички и прочее в общем заниматься этим не очень хочу вот то вместе с тем для тех кто чем-то интересуется иногда там снимая какие-то видяшки связанные с функциональностью или с какой-то спецификой оборудования вот собственно говоря в качестве мини обзора пускай будет пара видяшек про челюстной ковш и вообще про планировки которые я тут кому-то из интересантов снимал зато быстро и просто вот и наверное будет полезнее чем заниматься специальными обзорами между делом все это сейчас и состряпаем вот на кому будет очень очень интересно возьмет позвонит или ватсап напишет еще лучше я не знаю насколько вы глубоко погружены в тему навесного ну просто у разных людей там разная насмотренность в этой части давайте победе поделюсь своей насмотренностью про этот ковш и даже не столько про этот ковш сколько вообще про навеску есть навеска бобкета есть все остальное я вам покажу полную копию вот этого ковша у нас есть полная копия этого ковша якобы прям полная она стоит у нас на телескопическом погрузчике полно это полная да не один на как там г похожи но не одинаково так вот вот собственно ряд тот самый ковш а вот на него зуб вот этот зуб стоит в три раз дороже чем стандарт а прелесть вся в том что у него вот эта каемка нижняя часть зуба и кромка ножа совпадают это позволяет вам при планировке не оставлять следов от зубов и вы отдаете эстетически красивую территорию после планировки значит якобы полная копия бобкетов ского ковша вот она вот там вдали стоит ну вот вдали я еще с его одену на телескоп покажу вот тем ковшом выполнить выполнить ту же самую функцию что этим бобкетом тоже можно ну тоже он тоже умеет черпать землю тоже умеет ее переносить только планировку им хрен сделаешь красивую вот тем ковшом мы планировку не делаем категорически он у нас служит только для задачи переноса мусора вот если у вас задача перенос мусора то нахрен не нужны все вот эти вот как там когти в зоопарке а когда вам хочется красивую территорию отдать и за это деньги серьезные взять а извините меня не две с половиной тысячи или сколько там три тысячи моточас так вот в этом случае у вас работу результат вашей работы должен отличаться от того что делают соседи вот ковш на еще один бобкетовский наш и он не продается это наша обыкновенная железяка вот для понимания та же самая история с зубом он тоже находится в одной плоскости с лезвием а то как а то как выглядит ковш якобы полная копия бобкета я вам сейчас покажу сейчас ну задачу сделаю пришлю чтобы понимание было в чем разница а вот его собрат якобы полная копия бобкета но действительно все очень очень похоже там ребра жесткостью какие-то очень многие вещи действительно прям скопированы вот только одно но нож сделан по-другому и на этот нож вот те зубы которые там стоят на бобкет уже не встанут в конечном итоге здесь нож сделан вот под такие обычные зубы в конечном итоге вот он плоскость заканчивается и начинается плоскость ножа плоскость другого ножа в общем зубы эти чертить будут везде где вы ими и будете работать повторюсь если задача мусор собирать пофиг каким ковшом конечно тогда если задача сделать картинку красивую деньги за это взять ну во всяком случае если говорить там о том чем мы занимаемся очень важно чтобы ковш был правильный вот а этим мы мусор черпаем в прямом смысле грунт переносим какие-то вещи такие вспомогачен у нас но на самом деле колесная техника с точки зрения планировки она ну проигрывает гуслям вот можно делать на нем и планировки но при наличии гуслей и колесника конечно планировка на гуслях если она делается правильным инструментом но тогда там результат вообще такой прям офигистически получается вот а говоря еще о планировке как бы если говорить еще а шаги до в планировке это вот но я там показывал его это вот этот пауэррей который который аэратор почвы его еще называют но он такие картинки делает которые ковшом сделать но не то что невозможно но просто время потратить надо будет многократно больше вот и финальная картинка у пауэррейка конечно много интересен если это как-то представляет область интереса вообще задевает вашу тему тогда могу прислать картинки какие вот пауэррейк делает частности поймете в чем разница ну все эти видяшки наверно больше ориентированы конечно профессиональных участников рынка но с другой стороны заказчики тоже должны знать что залогом успеха наилучшего исполнения объекта являются по сути три вещи хорошее оборудование лучшее оборудование хорошие навыки в руках ну и конечно мотивация всего этого у нас в достатке вот ну а касательно оборудования его у нас столько что какое-то лежит и без дела вот оборудованием с профучастниками с удовольствием поделимся может быть даже чему-то и научим самое главное желание изменить что-либо своей жизни неважно территории это вокруг вашего участка или ваш производственный процесс до связи увидимся